Нет, нет, не это. Recording in progress. Это, наверное, запись на этот компьютер, да? У тебя есть опция записывать в облако? Нет, это вопрос. Либо да, либо нет. Там есть строчка записывать в облако? Нет, я не видел ее, но я щелкнул обычный... Ну, хорошо. Тогда это еще дополнительно. Я думаю, что мы в последний раз это делаем. Тогда для того, чтобы это, даже лучше мне как-то запись присылать. Ну, хорошо, поскольку уже идет урок, давай его продолжать. Да, да. Скорее всего, что это ложка. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня юбилейный сотый урок нашего замечательного курса. Мы ведем его, как вы видите, уже почти два года. Ибо два года, включая в себя сколько недель? Кто умеет считать? Спасибо. Спасибо за поздравление. Четыре на два, я думаю. Совершенно верно. Но с учетом того, что некоторые уроки у нас не могли быть проведены, поскольку мы подали на праздничные дни, то вот как раз, да, замечательно. Так и есть. Да, мы сегодня разбираем недельную главу под названием «Толдот», которую мы читаем вчера, год назад мы разбирали главу, насколько я помню, 27-ю, достаточно интересную. В этом году я решил сделать вот такой интересный фильм. Дело в том, что то, что я называю параграфом, то есть «Перек» в «Порошата Шавуа», иногда «Порошата Шавуа» не начинается с начала «Перека». И вот в недельной главе «Толдот», в недельном разделе, мы видим с вами, что начало его в главе 25-й, но с 19-го стиха. Вот, а последний параграф там – это параграф 28-й Кавхет, но он тоже не доходит до конца, он обрывается на 9-м стихе, да. Ну, я напомню тем, кто, что называется, не в танке, что это деление два не зависят друг от друга. Еврейское деление – это деление на недельные разделы, и внутри недельного раздела мы можем разделить только на альют, на 7 альют. А разделение вот на параграфы было придумано католиками, но евреями перенято, во-первых, для того, чтобы ориентироваться, когда крестьянин указывает по своим подсчетам тот или иной стих, а во-вторых, потому что иногда это бывало немного удобнее. Так вот, мы рассматриваем последние стихи, последние фразы параграфа 25-го и начало параграфа 28-го. Вот, я думаю, что как раз на один урок этого хватит. Так, я еще прошу прощения у тех, кто по ходу к нам присоединится. Дело в том, что мы ставим эксперимент. Сегодня я выступаю организатором, вот, и это дает мне возможность управлять экраном, то есть показывать вам то, что я действительно хочу показать. Я так думаю, что вы сейчас видите текст, да? Так или не так? Подтвердите. Мы его не видим. У тебя вообще говорят, пока мы его не видим. А что вы видите, меня? Понятно. Мы видим тебя или тексту, да? Так, понятно, понятно. Так, сейчас включу демонстрацию экрана. Так, вот так? Текст видно? Ну, через секунду. У тебя вообще плохой интернет. Ты там западаешь чуток. Так, я вот сегодня пытался решить проблему, да, значит, подсоединиться к кабелю к раутеру. Возможно, это какие-то проблемы решит. Так, сейчас видно текст? Да. Текст, ага, Анна, мне показалось, что да. Прекрасно. Вот мы с Анной, пожалуй, и начнем. Анна, прошу вас. Значит, первая фраза. Это фраза номер тет, насколько я помню. Нет, ю тет. Да, в параграфе 25. Каф-эй. Да. Так, это здесь, да? Вот здесь. Вот здесь. Да, да, да. Авраам гулит. Да, слой сына Авраама. Авраам родился. Ну, если точно, да, спасибо. Гулит. Это породил. Породил. А не родил, потому что родить может женщина. Это будет ялда. Ялда. И русского рода тут, в общем, до сих пор нет. Хотя, теоретически он может быть. Вот. А гулит – это тот же корень, что и в слове елэд, и он сэйд – гиф-илэд. Гиф-илэд. Гиф-илэд, напоминаю, это каузативный корень, каузативный биньян, который образует смысл. Был причиной, что кто-то выполнил это действие. То есть, родила Ицхака, как вы сами понимаете, жена. Родила Ицхака жена Авраама. То есть, Сара. А Авраам, по-русски, наверное, правильно сказать, породил. Так. Породил Ицхака. Так, и обратите внимание, что слово толдок, оно имеет тот же корень, что и слова голит. На самом деле, и там, и там. Корень юд, ламет, далет, как в слове елэд, но юд первый, он выпадает. А ламет и далет остаются. Да, совершенно верно. Так. Чтобы мне было проще, мы работаем тогда по определенному порядку. Следующий я попрошу Светлану, потому что она у меня в строке стоит следующий. Прошу вас. Бет. Да, совершенно верно. Так. Ну, Светлана наверняка большинство слов знает, но я все-таки ей помогу. Ваеи и было Ицхак. И было, был Ицхак. Бен Арбаим Шана, то есть сын сорока лет, это значит сорока, в возрасте сорока лет. Бе Кахто, вот это интересная форма. Конечно, корень здесь лакарту и взял, а вот это трефис Б, это значит в том, когда он взял. То есть при том, когда он взял. По-русски это замечательно переводится в дейпричастие. Беря, то есть в то время, как он взял, он был сорока лет, когда он взял рифку, дочь Бетуэля, арамейца, из Падан Арам, это название места. Значит, еще про нее сказано, про эту рифку. Ахот Лаван, что она сестра Лавана, арамейца, ло, ему, то есть Ицхаку, ла, иша, в жену. Ну, по-русски говорят, жен. Он взял ее, женился на ней. Спасибо. Так, Тимофей, я надеюсь, Каф-Алев, да, вы с нами? Да. Так, прошу вас. Тимофею как мужчине достался тяжелый посук, и я помогу ему, да, потому что тут есть такие слова, которые не сразу ты поймешь. Я открою словарь. Так, сейчас, я надеюсь, на экране у нас видно и текст, и словарь, да? Ну, я напомню вам. Текст видно, словарь, да, словарь видно. Словарь видно, словарь видно, да. Я напомню, что я поставил и файл текста, и файл словаря на нашу группу в Телеграм. Вот, пытаемся сейчас разобраться. Итак, ва-е-тар, да, тут удивительным образом под гортанной айн, а голосовка шева, которая обычно айн не принимается, но иногда все-таки бывает. Что это значит? Атар – обжаловать, подать петицию. Так, Ицхак ла-шеб-дос. Буквально жаловался Ицхак о-у, да, то есть он упрашивал, просил Бога. Так, ле-нохах и что? Мы это понимаем как по поводу его жены, да, но буквально ла-нохах – это вот такой термин, более научный, даже юридический, да, означающий что? По поводу, да, в виду. И, кстати, говорит комментарий, да, что это действительно было в виду, то есть Ицхак молился в одном углу, Ривка в это время молилась в самом другом углу, так? Ки-а-кара-и. Тимофей, слово «акара» вам знакомо? Ну, из перевода я вижу, что бесплодно. Да, да, да. Нет, наверное, так не встречал. Ну, это было, по-моему, про Сару. Не уверен, но кажется, да. Да, акара. Что она бесплодна, что она не рожает. Ва-е-а-тер. Мы видим, что здесь тот же корень, что и здесь, да. Но ва-е-а-тер, да, значение говорит нам Раши, да, внял его просьбы и приводит примеры из Хескеля, из притчи. Это Мишлей. Вот. И ответил Лохашем, ему Бог, ва-та-бар. Вот это слово означает «забеременеть». Есть выражение «гэ-ра-йон» беременность. Бэ-гэ-ра-йон. Вот. Ривка. И что забеременела Ривка? Его жена. Так, спасибо. Ну, снова Анна, да? Да? Так. оба ним бэкер ба в этом мэр и в этом мэр им кэн на мазы она хи на телех ли дрожь этажем и переводчик пишет ну как бы толкались или как-то пихали друг друга дети в ее утробе переводится и сказала она если так зачем тогда зачем это зачем это я и зачем я но имея ввиду зачем ей зачем мне эта беременность в телех и пошла на попросить всевышнего переводчики комментаторы пишут что она пошла спросить пророка у шема пророком спросить что там не происходит ему так странно ведут детишки да 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 совершенно что они вели себя очень странно нет нечто что там было не в животе она вела себя странно она проходила мимо языческих храмов кто-то там толкал хотел выйти и мимо дома учения тоже она проходила кто-то там тоже внутри толкался тоже хотел выйти поэтому она не знала как и так понять и поэтому пошла вот да спасибо спасибо анна вы наполовину взяли мою роль и очень даже за это спасибо что я хотел сказать во первых и троц легитроцец значит это близко к слову рад сбежать то есть бегали сновали и словарь дает значение бегать суетиться вот смысл конечно толкались но как бы компромисс на перевод используя слова сталкивались и действительно раши объясняет что яков еще из утробы проявлял стремление изучать тору и когда рифка проходила мимо и шива очевидно шема и эвера вот он значит стремился выйти чтобы учить тору а эйсов наоборот тянулся не в меньшей степени к идолопоклонству вот и стороны значит толкался старался выйти когда проходила рифка мимо языческого капища а вот интересно что мы увидим немножко далее мы сейчас это прочитаем что действительно да 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 что ей ответили и что ее успокоило и тут я наверное скажу почему сейчас одну минуточку какое-то еще слово я хотел разобрать бекерба бекерев это действительно в среде бекерба это внутри ее не в среде и его понятно но и все тверги тоже так и слова ли дрожь оно означает или объяснять то ли дрожь тура это давать пояснение на туру вот или просить или действительно спрашивать так спасибо так наверное светлана да я вот не знаю пить или говорить уже как бы мы с удовольствием для меня это тоже какая-то практика смотрите но здесь текст без огласовок если у вас есть текст с огласовками просто для меня это тоже какая-то и чтение и практика может вам интересно слышать тоже как и поют ну вообще говорят что понимающий смысл вот этих огласовок то есть знаков кантилляции да когда на какой напев это произносится да он лучше понимает комментарии раши слышал я об этом я помню я просто решу а если можете как гимнел спеть мы только только за я буду читать вае спасибо здесь довольно что называется высокий вид который характерен для больше не который а для пророчеств то есть использованы такие слова которые можно повернуть и так и сяк и это не случайно давайте посмотрим по порядку и сказал бог я и то есть ответил ей пророк который запросил всевышнего по ее просьбе два народа вот интересно что написано как бы ге им что означает гордые и это намек на посмотрите сами я хочу вас заинтриговать да кто это имеется ввиду но читается вот так у нас такая традиция да это живот то есть животе твоем и два народа это буквально нации да ну например ну ладно не будем есть слова ам есть слова ума вот ума пишется через альф а ам через айн ми ме аих ме аих это буквально внутренности твои ме ай ей фареду разойдутся и действительно как вот мы только что слышали проявляли совершенно противоположные тенденции стремления яков и сар еще в животе матери ле ом ми ле ом а буквально народ от народа я амаз сейчас я посмотрю вам значит буквально будет крепнуть народ от народа это вот такой дается перевод да но слово иметь означает удочерить усыновить принять как свое так то есть взять что-то у другого и присвоить при себя чтить так и комментарий показывает что что это значит что периодически то один то другой побеждает в борьбе когда усиливается один ослабевает другой и соответственно наоборот так в рав я а вот цаир рав это буквально многочисленный цаир это буквально означает младший обычно перевод старший будет служить младшему так но понять это можно даже и немного иначе тем более что непонятно кто из них считается старшим если они ты умеем как мы сейчас прочитаем да что они близнецы да кто считается из близнецов первыми действительно если у женщины не было детей и при первой беременности она рождает близнецов да или скажем двойняши да кто из них считается первым да мы немного позже увидим как вот такая проблема решалась случае например сыновей и и иуды вот то есть рожденных тамар но здесь в общем мы увидим как 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 все это происходило и тимофей нам я надеюсь читает далее да 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 перевод получается наполнили дни и чтобы рожать верно подошел срок да 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 то мим сейчас это умеем с буквой альф это и название кстати знака зодиака близнецы да интересно что вот это слово то мим да отсюда имя фома да то есть фома известный нам в частности по стихотворению михалкова да он был одним из из пары пары не обязательно близнецов но двойняши помим вы видна в животе и действительно так прошу вас кафе и она давайте да да в ице а решон адмони коло кэ адерет сэ ар в икра и крау шмо эйсав и вышел первый красный красный весь сказано весь переводчики пишут как шерстяной плащ и шестяная накидка волосяной и назвали ему и ему имя эйсав да спасибо момент кто дал тут написано интересно и крау назвали во множественном числе то есть непонятно кто его назвал родители то ли окружающие были проблемы как есть всякие истории про то что что обрезание таким таки не делали поскольку его это приобретение что-то шерстью поросло чей-то но слово с обратите внимание колень похож на слово оси то есть он в общем то вот каким он родился таким он и остался по моему этого козьму куткову есть некоторые люди подобны колбасам чем его загрузили при производстве то вот он себе и носит невозможно это изменить его мнение его программу вот я нашел в словаре выражение о так и дарит то есть та же самая дамочка но с изменением верхней одежды вот тут предлагает словарь перевод тех же щей а я предлагаю замечательно такое выражение тоже яйцо только вид в кофе вот а дарит а дарит это действительно верхняя одежда так и вот назвали его эйсав а давайте мы попросим натана прочитать кафаф не сплю сто процентов а ты можешь курсором показать те ты вот-вот вот здесь кафаф опа вот да ва хрэ кэн яцта ахив ва хрэ кэн яцта ахив ва хрэ кэн яцта ахив ва ядох хэзэд бэ акэв эсав ва якра шмо яков ва яцхак бэн шешем шана бэлэдет оттам с ним вышел появился его брат и рука его ухватывает за пятку эсава и дали ему шэм дали ему имя или назвали его по имени яков айцхак шестидесятилетний на время рождения их да в рождении буквально да совершенно верно спасибо обратите внимание что тут стоит икра в стойку простите ради бога икра именно в единственном числе икра да и кто же эта игра знаете я так думаю что варианты что сам всевышний сказал что он будет называться яков но есть конечно вариант что это просто ну кроме да да кроме того здесь еще есть игра слов а кэв это пятка да но еще слова это как как это лучше перевести по причине например это шло на причине неуплата вот ила аков это буквально обойти или даже обхитрить обмануть да и слово я аков буквально если мы будем воспринимать его с точки зрения еврейского корня означает он обманет он обойдет и это то что впоследствии эйсав и скажет они ненапрасно его назвали яков ибо он обхитрил меня уже дважды так вот такой он был человек но тем не менее тем не менее мы в общем на своего предка уважаем и считаем что это не обман а некая вынужденная процедура и даже некий знак нашего нашему народу что нам часто приходится брать с боем то что другим положено вроде бы как по праву так спасибо кавзаин все а я тут что-то не читаю давайте я почитаю перевожу ва игделу и выросли она рим юноши уже так называют и стал эйсав а человеком знающим цаид это так 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 я не знаю что это у меня получилось но так все нормально охота охота а это охота ловля охота а точнее именно ловля да человеком поля а яков человек там это буквально цельный сидящий шатрах эти слова традиционно понимаются как то что эйсав был человеком сильным мощным богатырём и и но кроме того человеком жестоким и часто беспринципным а яков якова интересовало естественно учение торы а где же тору изучать как в шатрах да и слегка там там это цельный или может быть хитростный я такую версию встречал там это простой бесхитростный стильный да сейчас больше используется слово камим как бы непорочный в хорошем смысле а слова там иногда используется как простак но здесь никакой коннотации нет так вот я хотел просто еще сказать что в благословении которое злодей бил ам точнее всевышний вкладывает ему уста есть это ма туву о галеха я яков мишк но теха исраил ну до этого мы с вами дойдем с божьей помощью так кафхет кафхет так тимофей да вот это выражение я вам помогу буквально это значит ибо ловля но переводе было написано ловитва в во рту его в устах его так а рифка рифка любила якова да спасибо замечательно вот эти выражения вот это вот выражение да я его выделю да можно понять бы пив в устах его как устав в устах ицхака то есть то что эйсав ловил дичь он приносил ее домой и из этого готовили вкусные блюда мат амин для ицхака поэтому я его любил и уважал вот но можно понять как в устах его то есть айсава он рассказывал отцу что-то там по по охоте и отец гордился теми качествами своего сына которых сам был лишен а именно силы и храбрости и мужества и рассчитывал на то что обещанный аврааму народ произойдет от двух его сыновей и один из них будет охранять и обеспечивать другого с тем чтобы второй занимался тем что он сидит в шатрах и изучает тору но есть еще одно значение вот что устами своими эйсав ловил якова и есть примеры этого комментарии рашек посмотрите сами вот арифка любила якова так замечать так вот верно тимофей кафты да прошу вас да ваязет яков назид ваяво эсав минасаде вегуаев ваязет яков назид получается сварил похлебку да ваяво эсав минасаде и пришел с поля вегуаев и он устал и устал и устал и значит назид это буквально похлебка я это тот же корень в качестве глагола то есть похлебил да это слово показывает словарь означает варить на медленном огне но употребляется довольно редко думаю что не каждый повар его использует так теперь ламмед ламмед давайте анна так вайомер эсав или яков ну накорми меня от этого красного красного ну тут глагол раша пишет про него что это глагол единственный раз употребляется в танахе именно вот здесь вот ну типа положи мне в горло или что такое на подобие ребенка ребенка кормят ибо я устал плода этого красного ибо я устал так и поэтому назвали его эдом это да 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 совершенно верно спасибо аль и тени вот словарь говорит пичкать перекармливать есть интересный комментарий я стараюсь придерживаться строго вот именно прямого смысла слов с точки зрения иврита но иногда все таки меня увлекает комментирование так вот комментарий медраж точнее говорит что эйсав в этот день много бегал и охотился и конечно же он устал но неужели у него не было сил ну ладно не сварить а хотя бы на налить себе самому этой похлебки да но говорит он что устал так вот кто-то из первых хасидских учителей говорит аев анохи устал буквально я интересно что вот слова они и анухи в общем-то синонимичный данного ахи анухи подчеркивает что именно я никто другой и вот с этого начинается 10 заповедей анухи ашемилу кефа то есть покуда речь идет о каких-то действиях для удовольствия для заработка и так далее да у меня силы есть но как только дело доходит до заповедей то аев анухи как только анухи я уже аев ну вот такой комментарий есть и вот поэтому прозвали его дом поэтому поэтому вот часто и а рим который как бы происходит от эйсава называет словом дом и всю римскую цивилизацию в частности христианство тоже называют этим словом это так красное красное да что у нас ассоциируется с словом красный красный площади красное знамя да красная кровь 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 и красный революционный так я слышал чечевичный чечевичный суп вот по этому поводу да я несколько раз пытался сварить чечевичную похлебку ну как бы подражая якову она получалась ну такой буроватый оранжеватый коричневый почему же она ему показалась красный вот наверное в его глазах это было прекрасно значит вот это вот выражение чечевичная похлебка словарь приводит как назид адашим то значит слово адаша это чечевица какую она имеет форму вы примерно себе представляете так вот словом адашим адашот точнее называется также линзы в том числе и линзы очков то есть например если я прихожу со своей оправой я заказываю рак адашот только линзы да да спасибо а теперь светлане так это светлана нет тогда попросим на то на лампе то ли да да и сказал продай мне свое белородство до б хора буквально первенец первенство мне да ну большой вопрос можно ли продать первенство и вообще кто считается первенцем да значит тора говорит например коль бхор коль петер рахер первый раскрывающий матку а мы видим что да что вроде бы это был эйсар хотя с другой стороны говорится что если мы закладываем какой-то сосуд две горошины да то выйдет первой так которую мы положили последний тем не менее формально бхор считается до эйсар но очевидно здесь это действие возымает нет некий смысл потому что мы видим что сказал по этому поводу эйсар да но давайте читаю я пламет бед по йомер эйсар и не аннухи